Книга «Открытым оком» 19 том. Вопрос 3346. Тема «Грех». Когда человек отступает от прежнего своего убеждения, то можно ли и нужно ли узнавать, с чего это у него началось? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если речь идет об отступлении от веры, то необходимо для других знать, чтобы туда же не впасть. Бог любит человека и учит его тем, что человек сеет. Мы заметили, что кто воевал против патриархии, утверждая, что она безблагодатная, вскоре туда свалились, сделались более резностными во всех ее беззакониях, чем те, кого они осуждали. Давид не боялся говорить о злому ушляющих против него, что они не остались без наказания. Псалтирь 19.9. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Псалтирь 7.16. Рыл рог и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Псалтирь 56.7. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали передо мною яму и сами упали в нее, кавычки закрыты. «Предшествует этому грех осуждения, непримиримого, безосновательного осуждения. Могу сослаться на личный опыт, предупреждая, что не каждому понравится то, что ссылаюсь на происшедшее со мною. У человека, слышавшего это, появляется как бы ревность. Ну уж так тебя Бог любит, что за тебя и людей подвергает наказанию». Весной 1963 года, когда я готовился выехать после уверования первый раз к себе домой в Потеряевку, мне на вечере в прощальном подарили первую мою Библию. Православных это не принято, а у сектантов считается обычным явлением. Когда на память дарят какие-то места священное писание, дядя Миша Еремею, через которого и в чьем доме я обратился по Евангелию к Богу, торжественно зачитал Псалом 120 и подарил его мне. Он небольшой, и потому я приведу его полностью с указанием стихов. Первое. Песнь восхождения «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Второе. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Третье. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремит хранящий тебя. Четвертое. Не вдремлет и не спит хранящий Израиля. Пятый. Господь хранитель твой. Господь сень твоя с правой руки твоей. Пятый. Шестой. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Седьмой. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Восьмой. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Кавычки закрыты. Конечно, я и без Михаила Александровича, и без брата Миши этот Псалом читаю постоянно, но он как бы помечен тем счастливейшим временем и с напениями духовными в той комнате и моими первыми горячими слезами благодарности Господу за Библию. И далее этот Псалом в буквальном смысле прикрыл меня. Я его читаю всегда наизусть и вижу за каждым стихом свою жизнь. На меня очень многие нападали, яростно пытались повергнуть, но их постигала неожиданная и страшная кончина. Они впадали в то, в чем меня совершенно несправедливо вменяли. Притча 26-27. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. И Кристиас 10-8. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кавычки закрыты. У архиепископа Иосифа, тогдашней главы их архиепископии, был духовник, протеерей Павел Морозов. Этот священник страшно ненавидел меня, и гнал меня, и добился моего отлучения. Но вскоре он жестоко поплатился. Сам был извергнут из сана, и за него запретили даже молиться за мертвого. Образовалась особая ветвь старобрячества во фрунзе его дочерью Марии, а меня-то час и восстановили. Открытым оком, том 11, вопрос 2406. Говорю о совершенно известных делах, которые проверить можно. Тогда еще считавшись, отец отцом Нафанаилом Николай Судников пишет статью «Доброе наставление конкретному человеку, хотящему стать священником». Смотрите открытым оком, том 11, вопрос 2462. Я к этой статье добавил только одно предложение из двух слов и телефон, чтобы не было анонимно. Константину Филатову, телефон 8903-910-9452. Совершенно в этом не видя ничего дурного, продолжаю жить, но надо мной Судников уже занес свой язык и изругал меня гневом, обозвав бессовестным. Я тут же позвонил ему, попросил прощения, хотя и не понял, за что он так огневался, какую-то я тайну открыл. Но вот эта бессовестность накрыла его вместе с Рязкой, похуже, до смертной доски. Так как от него нет и подвижники на прошение прощения, он накатал на меня курсовую со всеми фактами и своими вымыслами, подсматриваниями, соглядотайством почти на 80 страниц. И она ушла от него. Сравни два мои слова, которые я конкретно вообще не задерживаю. Который его конкретно вообще не задевает. Он-то уж, конечно, никак не думал, что такое слово поднесет в такую лавину, которая вышибет у него все двери стыда и совести. И сферь 8.12. Многие по чрезвычайной доброте благодетели, щедро награждаемые почестями, чрезмерно возгорделись и не только подданным нашим ищут причинив зло, но и немогши насытить гордость. Покушаются строить козни самим благодетелем своим. Не только теряя чувство человеческой признательности, но и часть надменностью безумных преступно думают избежать суда все и всегда видящего Бога. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Если бы не хотели помириться, то прежняя хорошая снова будет благоухать чистотой. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Не разрушится с Христом твоя семья, а мужу подчинить без прикословия. Бог с тобою чадо дорогое, да хранит Господня благодать. Так благословение мы прикроем от нужды, где света не видать. Пусть Господь и в бурю сохранит, а ангела вам доброго в защиту. Понимаем ли, что это щит? Если бы не так, то не в защите. Мир вам, добрались мы до друзей, с миром принимаем, так привычно. Не позволь себе и с равными борзеть. Есть такие, кто и старшим тычет. 18 декабря 2006 года Игнатий Лапкин.